приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы очень много после фильма наш урожай о картофеле как раз мы начинали копать очень много различных сообщений мне пришло в соцсетях и фотографии и люди высылают мне фотографии своей картофеля и называют разные заболевания у картофеля но практически вот такие все почти что симптомы у картофеля поэтому так как очень много мы этой теме достаточно много как раз посетили и сейчас нужно просто-напросто более подробно об этом рассказать поэтому я продолжаю это видео о проблеме которые у нас существует никто об этом пока не заявляет не говорит но это очень серьезная тема потому что как раз именно вот картофель и он сейчас поражет и если не предпринять меры то что хорошее было они тоже будут эти картошины уничтожены этим злостным вредителем который называется картофельная моль а начнем наше видео с самого вредителя возможно многие видели у меня просто вот удалось найти вот это уже конечно сушеные трупики вот этой картофельной моли которые называют специалисты фтуаримея так вот мы как раз у дома все время летом выставляем и вот такие фонари специальные и здесь собираются вредители но естественно эти бабочки тоже попали это вот серые бабочки сейчас они более светлые серо коричневыми такими крыльями и на них на этих крыльях такие темно-коричневые крапинки едва уловимые я их всегда нахожу и вижу хожу по картофелю когда он зеленый красивый просто прохожу и пробую руками вот эти веточки зеленые и вижу а взлетает значит пора если бабочка взлетает и быстренько пролетела и снова прячется значит уже есть картофельная моль готова откладывать яйца поэтому именно в этот период уже начиная обработку биопрепаратом скарада м причем двух видов чтобы можно точно убедиться что это срабатывает и вот вот эти бабочки если их не убрать то полетав немного все зависит от погоды если очень тепло в этом году июнь месяц резко так потеплело уже когда холодно и мне это не нравится а вот тепло очень быстро начинают летать вот где-то до двух недель летают и спариваются это те бабочки которые как раз вот в зиму ходят и перезимовывают и далее они спариваясь откладывают яйца и вот они на картофель именно на стебле почему мы не видим когда вот молодой картофель да у нас летом в июне и июле то не видно вот этих вредителей не видно вот этого состояния с картошечкой почему как это происходит я хочу все-таки точно четко разложить чтобы вы понимали почему и как нужно бороться не в момент когда вот это уже вот такое дыры хотя это тоже один из моментов чтобы уже подсказка уже пора заняться этим серьезно вот что происходит они отложили яйца эти бабочки они откладывают обычно именно стебли на стыке листика и стебли где есть вот пол утолщение вот здесь они как раз и размножаются то есть выживают сколько там них выживает вопрос сложный но ведь и даже при моих обработках биопрепаратом где-то было упущено кто-то прилетел позже вот нужно конечно теперь я понимаю что нужно чаще обрабатывать чем раз в две недели потому что как раз вот то что прилетела в течение двух недель она была как раз обработана там допустим раньше что-то что-то ушло часть бабочек погибла вот какая-то маленькая часть все-таки осталось так вот когда они здесь вот откладывают яйца ну естественно съедится беленькие такие яйца и они конечно развиваются маленькие такие гусенички червячки и вот эти червячки им здесь мало они питаются питаются и вот начинают свое движение картофелю вот это как раз происходит уже в июле месяце когда уже картофель начинает поспевать стебли уже более такие жесткие и им нужно дальше питаться нужно как раз дальше развиваться а такие они прожорливые вот я заметила что вот именно здесь вот чаще всего вот мы выкапываем картошку я уже в том фильме показывала выкапываешь вот эта часть где стебель был вот здесь одна или две или три картофелины вот таким образом сейчас я поражают они они вот залезают и здесь развиваются что они вытворяют естественно что происходит затем происходит вот такая печальная картина потому что там где они живут они растут за счет картофель съедают выделяют эксперименты и затем же они могут здесь а могут подниматься уже выше на стебли там они окукливаются такую делают вокруг себя сеточку как паутинка паутиночкой закрывают ну и затем в течение 40 дней обычно вот этот процесс происходит так как у нас очень жарко плюс 36 плюс 35 вот эта температура идеальная для того чтобы эти вредители очень быстро развивались и быстрее у него у них проходил вот этот цикл полный цикл жизненный для того чтобы они снова превратились в бабочку затем снова спаривание затем снова и вот вот это как раз я думаю что вот это уже второе поколение у нас на юге при таких температурах 3-4 поколения вот этих бабочек и вот они как раз размножаясь вот что они делают вот они на части картофеля вот такие вещи проводят очень нехорошие неприятные почему я так вот и показываю и разрезала и почему я так вот дотошно обо всем рассказываю да потому что мы не многие не знают я тоже не знала я впервые увидела вот эту работу так называемую в кавычках картофельной моли когда мы купили как раз картофель на рынке для питания и у нас была часть своего у нас был здоровый картофель сравнительно не было вот этого заражения но вот мы купили этот картофель дырочки дырочки не обращаю внимание занесли вместе со здоровым картофелем вот этот покупной ну и когда мы стали замечать что что-то пахнет неприятно я увидела однажды несколько бабочек летали то тогда стала искать ответы что это откуда эта бабочка взялась и так как в погребе у нас температура только зимой опускается до сика до сильные морозы до плюс 5 плюс 3 градусов а так в основном держится где-то 9 11 градусов то они себе спокойно развивались переместились на здоровый картофель и вот я не знала тогда что делать с этим химией нельзя пользоваться тем более в погребе где все продукты питания вот я впервые увидела что это такое как это просто если просто занести семенами или же с покупным картофелем к здоровому картофель вот зараженный этими уже там яйца там уже начинается развитие вот этих червячки и червячков гусеницы потом вырастают и окукливается и вот течение где-то полтора месяца у нас появляется вот такая страшная вещь когда начинает вонять картофель смотришь он гнилой думаешь что это болезнь кстати мне многие прислали свои сообщения о том что они считают что это болезнь и считали что это болезнь почему я знаю что это не болезнь ну во первых я смотрю уже теперь знаю что это бабочки я всегда наблюдаю за тем что летает когда прохожу между рядами картофеля это первое второе я обрабатываю против болезней молочный коктейль прекрасно работает третье обязательное условие того что я выращиваю картофель я выбираю картофель который устойчив к той же парше к ряду других заболеваний это новые картофели и новые сорта и они устойчивы против этих заболеваний поэтому вот этот поиск меня привел к тому что вот это такая вот вредность вот эти безобидные на первый вид бабочки вот эти бабочки уничтожают как раз весь наш урожай сейчас очень много этой информации идет не только у нас о картофельной моле говорится сейчас уже на наших просторах не только украины европа россия появилась еще одна картофельная моль гватемальская ее ученые считают еще хуже чем эта картофельная моль некоторых странах почти полностью уничтожен урожай картофеля а он является у нас вторым хлебом а в некоторых странах и первым хлебом но что же делать но в первую очередь те кто занимается защитой растений защиты картофеля они советуют прямо с самого начала посадили картофель взошел нужно выставлять феромонтные ловушки но скажу что для нас это как-то нереально не все туда словится поэтому я использую обработки биопрепаратами и сейчас понимаю что нужно уже раз в 10 дней проводить обработки для того чтобы получить результат позитивные результаты чтобы у меня до есть этот картофель хочется идеально потому что вложено столько и удобрения органические обработки биопрепаратами органическими различными веществами веществами столько вложено подсыпали но вот про подсыпку сейчас я буду особо говорить потому что гватемальская моль ей нужно уже больше подсыпка и более глубже надо садить так вот мы проводили обработки биопрепаратами подготавливаю клубни перед закладкой я сейчас вам еще раз покажу у меня есть видео но еще раз объясню уже рядышком пойдем я покажу как я это делаю и и если у вас нету допустим во многих регионах россии предлагается сейчас вот обработка клубни перед тем как закладывать после сбора урожая перед тем как закладывать на хранение вот нужно обрабатывать есть такие уже биопрепараты лепидоцид битокси бациллин давайте я сейчас покажу потому что произношение не всегда соответствует тому что слышишь и не все слышат вот эти два препарата и еще можно опрыскивать вот этим энто бактерин это биопрепараты а это не химия они как раз хорошо работают но вот снова же по опрыскиванию и почему я не использовала опрыскивание потому что где-то может остаться яйцо одно и нужно все время опрыскивать не будем же мы зимой бегать с опрыскивателем по погребу и опрыскивать все картошины это сложно поэтому вот если есть возможность а я так поняла что сейчас биопрепараты вот эти я вижу уже есть они во многих магазинах только чтобы они свежие были вот эти препараты разводить делать раствор как для опрыскивания и помещать уже отобранный картофель в те растворы ну где-то на три-четыре минуты для того чтобы бактерии проникли и если есть где-то яйцо или есть дырочка как вы какая-то расщелина то чтобы эти препараты проникли повсюду и уничтожили яйцекладку ну и еще очень важно вот я использую перед посадкой заношу в теплицу и там очень высокая температура поднимая не на земле а ящики поднимаю на высоте и так там как раз температура днем достаточно высокая и плюс 36 и плюс 40 бывает закрывая дверь и вот там картофель находится ну вот еще хочу что есть сразу же потому что на улице сейчас сильный ветер я пойду на улице покажу вам как я поступаю с подготовка картофеля и семеного и того что мы будем есть вот мы делаем хотя вот думаю что попробую еще лепейдоцидом потому что заканчивается марганцовка а вот что происходит как можно еще снова же рисунок более проще и и здесь у меня есть вопрос возможно кто-то из тех кто занимается защитой может дошел уже до некоторых выводов что можно посадить летом для того чтобы защитить но вот все говорят о том что специалисты что нужно ранее сорта я согласна это как раз использую ранее сорта и нужно вот вот эти ямки которые появляются вот где стебель нужно их закрывать но не всегда получается не всегда есть возможность и еще нужно убирать сорняки потому что они тоже на сорняках иногда садятся если это послёновые особенно они сейчас используют все возможности для того чтобы каким-то образом вывести после себя оставить потомство так вот если обычная картофельная моль была достаточно вот 7 сантиметров до мы насыпали землю 7 сантиметров и тогда можно было говорить о защите картофеля то сейчас вот это новая гватемайская моль но естественно наверно уже скрещиваясь с этой молью обычной фторемеи видимо происходят вот эти изменения и уже нужно 15 сантиметров закрывать земляной такой покров делать вот чтобы здесь картофель как раз находился в безопасности вот мы на днях встретились тоже была встреча у нас с теми кто занимается выращиванием картофеля и мы обсуждали вопрос хорошо ранний картофель мы можем как раз созрел в июле и вот он не успевает он как раз обрабатываем биопрепаратами он не успевает как раз заразиться вот этой очень вредоносной молью этой бабочкой но если мы выкопаем в этот период ранее сорта во первых нужны хранилища нужны особые хранилища где должно быть должна быть определенная температура плюс 4 и ниже но но такой возможности у нас нету холодильнике специальные должны быть получается если мы выкапываем картофель и переносим в погреб в это время это же бабочка вот эти вредители они летают везде и повсюду я кстати вот сейчас буду обрабатывать погреб еще пройду вот одним из биопрепаратов для того чтобы на всякий случай просто обезопасить потому что они залетают через ходы и если дверь открываешь они просто обожают аромат картофеля они его находят где угодно поэтому выкопать раньше и качество вверх не такое будет а во вторых они все равно их найдут вот эти картофелины и будут продолжать свое дело поэтому нужно искать какое возможно сидират убрать травы и сидират какой-то посеять чтобы вот вот этот вот холмик вот это картофель был защищен чтобы он выстоялся потому что все равно нужен лечебный период чтобы проходил картофель и он как раз длится около месяца поэтому я не выкапываю в июле месяце оставляю в август и в сентябре уже выкапываю получается у меня уже картофель прошел этот лечебный период и неделю он проходит после выкопки так вот я еще и заметила когда выкапываю ящики слаживаю вечером прохожу все-таки где-то 1 2 бабочки серенькие вот эти пролетают поэтому очень важно подготовить картофель к тому чтобы его уже в погребе не нашел вот этот вредитель а если и найдет это конечно уже редко бывает если провести обработку погреба естественно не химии а вот одним из препаратов биопрепаратов против летающих вредителей вот этот же лепидоцид лепидоцид и биотоксибацилин ну а я использую еще в препарат с карада м у меня так как раз хорошо получается самое важное что эти препараты это биопрепараты биоинсектициды просто к ним привыкнуть нельзя здесь бактерии которые есть природе только в большом количестве они просто уничтожают вот яйцекладку и если попало на бабочку и на и бабочку вредителей картофельной моли а теперь еще и гватемальской моли которая буквально все уничтожает я сейчас покажу что я делаю еще раз напомню чтобы вот эти мелкие насекомые вот эти бабочки не уничтожали мой урожай когда мы копаем картофель вот это первый момент отбора вот такого картофеля здесь обычно уже нет гусеничек червячков таков как раз картофельной моли но иногда бывает поэтому вот это отбираем первично а потом уже когда недельку пройдет лечебный вот этот процесс подготовки картофеля вот перебираю еще раз уже в ящиках вот смотрите здесь даже уже как будто бы вылетела но иногда бывает еще это редко но я иногда вижу такого маленького червячка гусеничку такую если побольше что для этого я делаю вот этот картофель уже будет время тельца я копаю в козероге или уже в других днях это периоды как раз дни корня или же использую дни огня но лучше всего все таки козерог телец деву не использую в деву нельзя тоже при ударе порезе очень быстро портится картофель вот эти периоды самые лучшие в данном случае у меня козерог растущая луна была выкопан весь картофель а теперь уже когда будет телец в тельце я беру картофель весь картофель в ящиках и помещаю вода кстати мелочей не бывает при закладке картофеля вода у меня набрана на улице в бочках находится достаточное количество перемываю вот и затем отправляю в раствор марганцовки почему я выбрала марганцовку дело в том что изучив как работает марганцовка но и в том в то время когда я стала искать ответы на этот вопрос я естественно остановилась на этом материале который у меня был на то время так вот именно марганцовка когда вот она буквально до минуты там бывает может чуть чуть больше я вот определенное количество помыла и сразу же перекладываю в марганцовку и здесь получается что марганцовка попадает если есть какие-то дырочки и я вдруг не увидела их маленькие если здесь отложены яйца моли снова же марганцовка сжигает и если попала даже эта марганцовка внутрь если там дырочка уже есть допустим вот такая если сейчас помою и мы посмотрим почему так важно чтобы понять смысл моих действий вот если я ее оставляю вот эту картофелину и вдруг не увидела оставляю вот в этом растворе то раствор попадает внутрь и яйцо сгорает если там она есть и естественно сгорает даже и гусеницы потому что раствор довольно таки хороший это и не сильно горячий надо будет перчатка в перчатках это дело проводить вот и в то же время вот он не дает уже жизни потому что для этих гусениц потому что как раз обволакивает и стенки картофеля и это горит у него внутри все и естественно картофель уже не будет дальше съедаться вредителя затем я высушиваю охлаждаю и уже в этом состоянии обработанный погреб биопрепаратом можно вот этот картофель закладывать тоже сушить хорошенько мне уже писали в прошлом году некоторые картофелеводы овощеводы у нас тоннами мы выращиваем картофель и ваш способ не подходит я уже видела как перестроились те фермеры которые выращивают картофель они просто-напросто накладывают в сетки свой картофель есть сетки разных размеров и эти сетки как раз в этот раствор именно биопрепаратов окунают такую ванну и оставляет там на 3-4 до 5 минут затем вытягивают и эти сетки переворачивают и сушат но конечно не на солнце это должен быть сквозняк и должно место где нету прямого солнца но вот возможность переворачивать и просушивать есть вот такая возможность для тех у кого очень много картофеля это беда и это беда нас заставляет искать новые пути вот для на сегодня да в этом году у меня три ящика вот таких вот было пораженного картофеля это был как раз пораженный картофель именно тот который был вот поблизости к верху и где был в стебель там где мы подсыпали там вот картофель получается целый туда вредитель не добирается что ж будем искать мне очень важно найти еще вот это летние как раз то ли сидера то ли какое-то еще растение то что может отпугивать эту бабочку пока что я не нашла такую информацию или придется полностью еще каким-то образом засыпать еще проводить операцию такую агро операции для того чтобы картофель вот сохранился до этого периода когда мы уже здесь на юге выкапываем его ну что ж я надеюсь я более подробно объяснила рассказала и подсказала что нужно делать и нужно не только предпринять сейчас меры для того чтобы сохранить картофель нужно уже думать о изменении выращивания картофеля в следующем году это очень важно тем более что погода будет по-прежнему нас испытывать и лето будет очень жарко и что нужно делать я вам уже в этом видео рассказала надеюсь что это будут хорошие подсказки для вас для того чтобы в следующем году вы были с урожаем картофеля ну а я сейчас с вами прощаюсь создатели этого видео с раиса горяченко и александр волик желают вам удачи всего самого доброго вместе мы должны решить эту задачу удачи